А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 1 августа, день Макриды. Назван через преподобной матери Макрины. До рождения ее, по Божьему откровению, бывшему матери во сне было дано имя Фекла. Во сне подошел светлый и честный муж, посмотрел ласково на дитя и три раза назвал ее Феклой. Что это дитя будет продолжительницей целомудренной жизни святой первомученицы Феклы. Мать начала ее воспитывать и учить грамоте, начиная с книги «Премудрости» Соломона и из псалмов Давида и других книг Божественного Писания. Август месяц. На Древней Руси этот месяц имел много названий, и все они связаны с работами, которые выполнялись в этот период. Отсюда и название. Серпень. Окончание полевых работ. Хлебосол. Урожай хлеба. Припасиха-собериха. Сколько запасов собрали. Жнивень. Окончание жатвы. Зарев. В это время бывают яркие и холодные зори. Разносол. Заготавливали соленья на зиму. Густоед. Густарь. Обилие всевозможной еды. Август один из наиболее жарких летних месяцев. Большинство овощей и фруктов, ягод поспели. Начинается арбузно-дынный сезон, который следует максимально использовать для собственного оздоровления. Обычно на мокринный день приходится окончание летних работ. Начинаются осенние работы. Погода в этот день бывала ненастной, а воздух уже холодным осенним. Если сегодняшний день выдавался погожим, то бабы проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. С этого дня становилось гораздо меньше кусающих насекомых, что радовало народ. Приметы. Если на мокринный день идет дождь, вся осень будет дождливая. Сухая погода сегодня, хорошая погода будет стоять долго. Звезды падают на мокринный день, скоро будет ветрено. И если пух сосины сегодня опадает, можно отправляться в лес собирать подосиновики. Кто на мокрину поссорился, весь год будет в склоках. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. Так вот, из-за насыщенности, оказывается, эфирными маслами, сок петрушки способствует рассасыванию камней в почках и мочевых пузырей. Именно эфирные масла, а не что другое, способствуют этому. Они дробятся. Кстати, он, этот сок, еще и лечит заболевания мочеполовых органов, глумилонефрит и других заболеваний почек, которые страдают. У меня в послевкусе остается ощущение какого-то молока. И у вас есть такое? И у меня есть. Оказывается, сок морковки и вот с таким небольшим добавлением сока петрушки, он собой напоминает молоко для взрослых. Прекрасно. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых. Прекрасно. Очищает нас, питает нас и укрепляет, как мы говорили, и щитовидную железу. А сейчас много заболеваний щитовидной железы. Геннадий Анатольевич, я хочу чуть-чуть оставить. Знаете, почему? Потому что мне интересно сравнить теперь сок из корня сельдерея с морковкой. Давайте. Вы же наверняка сельдерей предлагаете также смешивать с морковью. Давайте. Сделаем его. Хорошо. С удовольствием. Корень сельдерея вот от корня петрушки концептуально чем отличается? Ведь недаром у них похожие ароматы. Значит, у них какие-то есть одинаковые минеральные вещества. Конечно, у них есть одинаковые минеральные вещества. И здесь следует сразу же сказать, что в любом растении существует свой набор, вернее, общий набор минеральных веществ. В каждом растении общий набор. Допустим, там 20 или 30 микроэлементов будут у всех одни и те же. Но у некоторых дополнительно может быть 2-3 иных, тех, которых нет в том растении. Либо же, как ты говоришь, они могут солировать. В одних чего-то больше, в других чего-то меньше. И за счет этого, естественно, объясняется и действие. Итак, сейчас мы сделаем сок из корня сельдерея и морковки. И сравним его с как по вкусу, по вкусовым качествам, как он действует. А по составу минеральному, что здесь есть такого, чего нету, допустим, в корне петрушки? Или для работы каких органов больше имеет смысл употреблять сельдерея? Хорошо. В сельдерея также содержится в фирме масла много соли калия, а также соли кальция, магнит, фосфора. То есть выводит тоже воду. Выводит воду однозначно. И что еще важно отметить, он, если за счет своей душистости, корень петрушки, он больше дробит как-то и выводит, то вот этот вот, смотри, еще можно так сказать, мы уже истратили этот корень. Как он был? Он был как морковка, да? Да, да, да. Остренный. То есть можно сказать, как зубило, но, грубо говоря, для того, чтобы дробить. А этот корень... Кругленький. Кругленький. Так вот все круглое, упитывая, делает тело более сильным, более мощным. И за счет этого он способствует тогда и половую силу там мужчинам дает, вот. И вообще укрепляет он организм и делает его таким цельным... Крепеньким. Упитанным, да, крепеньким. Что очень важно, потому что мы привыкли, что он рассматривал, допустим, морковку, сельдерей, там, репу, с позиции того, а что здесь есть. Но при этом забываем, а форма-то у них совершенно разная. Форма-это же энергия. Да. Вот. И эта энергия по-разному будет влиять на наш организм. И так как все в природе стремится к гармонии и балансу, я сейчас подумала, так может быть, достаточно такой мужской символ, наверное, очень полезен женщинам, а явно женский, может быть, полезен мужчинам. Потому что я тоже слышала, что, допустим, суп из корня этого самого сельдерея укрепляет потенцию мужчин. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!